Абсолютно каждый фидерист не раз задавался вопросом, где же взять качественные кормушки по максимально низким ценам. Да еще, чтобы был большой ассортимент, чтобы можно было выбрать нужный вес и объем. Так вот, для вас хорошая новость, такие кормушки действительно существуют. Хочу порекомендовать компанию Грузила Опт. Это украинский производитель качественных рыболовных кормушек и грузил. Грузила Опт имеют свое собственное производство, а значит нет никаких посредников и соответственно цены совсем не высокие. Но при этом качество на высшем уровне. Компания Грузила Опт производит как классические фидерные кормушки, так и флет-методные кормушки. Кстати, кормушки флет меня вообще поразили своей ценой. Но кто знает сколько они обычно стоят, тот поймет о чем я говорю. И также в продаже имеются качественные пресс-формы для флетов различных конфигураций и размеров. Все кормушки компания производит в разных весах и кормоемкостях. Здесь можно приобрести как пикерную микрокормушку, так и большую закормочную. А с недавних пор в производство были запущены новые кормушки с грунтозацепами для ловли фидером на течении. Все кормушки от фирмы Грузила Опт сделаны из очень прочного морозостойкого пластика. Также они имеют надежное соединение сетки с грузилом, что тоже немаловажно. А грузила спроектирована таким образом, что центр тяжести смещен в заднюю часть кормушки, благодаря чему кормушку не крутят в полете и дальность заброса значительно увеличивается. Помимо фидерных кормушек, Грузила Опт изготавливают карповые и маркерные грузила различных форм и весов. Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом, заходите на сайт грузилаopt.prom.ua. Здесь можно приобрести продукцию в розницу, а также есть очень интересные условия для оптовиков и магазинов. Кстати, в описании под видео вы найдете промокод на скидку 20%. Друзья рыбаки, всем привет! Вообще, честно признаться, я не планировал снимать данное видео, но потом подумал, что оно может быть полезно и интересно большинству рыбаков. Особенно я это понял после прошлой рыбалки. Дело в том, что особенно в летний период, когда жарит солнце и ловить становится совсем невыносимо, единственным спасением является зонт. Это может быть зонт как специальный рыболовный, так и обычный пляжный. Я себе вот взял недавно такой вот пляжный зонт. Это у меня второй уже зонтик. Первый был такой совсем дешевый, галимый. Это уже зонт, конечно, не рыболовный, пляжный, как я уже сказал, но он такой не совсем дешевый и довольно качественный. Здесь ткань такая плотная, то есть зонтик хороший. И на самом деле нет разницы, какой у вас зонт, там рыболовный или пляжный, как у меня. Тут уже каждый берет, исходя из своего бюджета. Но эти все зонты, как дешевые, так и дорогие, объединяет одна простая вещь. То есть один простой такой недостаток. Это установка зонта. У зонтов, как правило, вот такие вот пластиковые наконечники. Это вот труба от моего зонта, а это труба от зонта Влада. У него более такой острый наконечник, у меня вообще какой-то он такой тупой. Но эти наконечники, в принципе, работают, потому как эти все зонты предназначены для установки на пляже. На пляжах у нас, как правило, песок. Песок довольно рыхлый, мягкий. И установить такую трубу с таким вот наконечником, в принципе, нет никаких проблем. Но на рыбалках, как правило, мы не ловим. На пляжах ловим, конечно, но довольно редко. На рыбалках мы обычно ловим на таких вот берегах, где песок, даже не песок, а земля очень такая утрамбована, очень крепкая. Также часто бывает, что вот вроде бы смотрим, вроде бы земелька, а под землей начинаешь там что-то вставлять, какую-то даже тычку для удочки. И там мелкий щебень. То есть вставить туда, в принципе, ничего нереально. Особенно вот такую вот трубу с таким вот тупым пластиковым наконечником. Я уже даже одну трубу таким образом сломал, сильно давил. И она просто вот здесь была небольшая вмятинка, и она просто сломалась у меня, потому что стенка в этих трубах совсем не толстая. И я начал думать, начал искать в интернете, что же можно сделать, как эту проблему решить, чтобы зонтик можно было нормально устанавливать, без проблем. Искал в интернете, нашел такие приспособления, в принципе. Сразу покажу вот такого плана. Но они сделаны совсем по-другому. Они, ну не скажу, что они дорогие, они недорогие на самом деле, но они довольно хлипкие. Они сломаются гораздо быстрее, чем зонт. Тем более надо учитывать, что зонт он большой, тяжелый, если дует ветер, нагрузка идет сумасшедшая. Плюс то, что продается, я так посмотрел, ну в землю его вставить, ну тоже не совсем, я думаю, будет хорошо. Вот. И я сам вот на основе того, что я увидел в интернете, решил сам вот сделать вот такую вот штуку, такое приспособление из подручных средств. И вот сейчас я вам хочу показать эту штуку поближе. Я не буду показывать сам процесс изготовления. Здесь просто ничего сложного нет. Я ее уже сделал, уже даже успел протестировать. Собственно, почему я сказал, что именно после прошлой рыбалки я решил снять это видео. Мне очень понравилась эта штука. Любой зонт можно вставить без проблем абсолютно в любую землю. Все это я сделал из, скажем так, из мусора, из металлических отходов. Здесь, конечно, нужно совсем минимальное количество сварки, но сварка все-таки нужна. Но я думаю, что, конечно, сварка есть не у каждого, но я думаю, что в наше время сейчас у каждого, скорее всего, у каждого знакомого есть сварка. Можно попросить. Тут буквально надо сделать три сварных шва. И все. Поэтому сейчас я переставлю камеру и поближе покажу вам, что это такое. Укажу все размеры, чтобы вы могли не думать, просто кому надо, кого заинтересует, чтобы могли просто себе сделать такую вот штуку. Потому что штука действительно очень рабочая, очень классная. В общем, вот так это все выглядит поближе. И сейчас я вкратце расскажу, какие материалы я использовал для изготовления данных приспособлений. Я уже ранее сказал, что все это было сделано из металлолома, который давным-давно у меня валялся в гараже. И поэтому можно сказать, что на эти приспособления я не потратил, в принципе, ни копейки. Например, вот у меня валялась старая ржавая труба водопроводная. Если я не ошибаюсь, это дюймовая труба. У нее наружный диаметр 33,5 мм и толщина стенки 2,8 мм. Ну и несложно посчитать, что внутренний диаметр трубы почти 28 мм. Ну, если быть точным, 27,9 мм. Но это, в принципе, не важно. Здесь как бы плюс-минус миллиметр значения не имеет. Вот, значит, трубы я взял отрезок 22 см. Также нам понадобится уголок. Уголок, сразу скажу, желательно брать помощнее, потому как в процессе эксплуатации всей этой системы основная нагрузка будет приходиться именно на уголок. В данном случае это у меня уголок с шириной полок 25 на 25 мм и толщина металла 4 мм. То есть запас мощности довольно неплохой. Длина этого уголка, общая длина 30 см. Длина трубы 22 см, длина уголка 30 см. Что я сделал первым делом? Я взял одну сторону уголка и таким вот образом ее заточил. Сделал я это очень просто. Я от края отступил вот сюда 7 см и сюда 7 см. Потом болгаркой вот так вот под углом срезал и у меня получилось вот такое вот острие. Понятно, что чем больше мы делаем вот этот вот угол, тем проще этому уголку будет заходить в землю. Также потом я взял этот уголок и таким вот образом наложил на трубу сверху. Ну здесь вот хорошо видно под таким ракурсом. Накладывал таким образом, чтобы от края трубы до острия было 22 см. Вот 22 см. Наложил и здесь хорошо проварил, и здесь хорошо проварил. Тут теперь получается надежное соединение. Затем вот здесь я от этого края отступил 15 мм и просверлил отверстие диаметром 9 мм. Затем на это отверстие наложил гайку М8, обычную гайку М8, и ее вот сюда вот так вот приварил. Теперь у нас сюда вкручивается болт. В данном случае у меня, ну повезло, были вот такие вот болты с таким хорошим барашком, тут с накаткой под пальцы, и латунный стержень. И я использовал такие вот болты. Если у вас таких нету, или может есть какие-то другие, если нет каких-то других, можно использовать вообще обычные болты, самые-самые простые. Единственное, что там такая шляпка под шестигранник будет не совсем удобно закручивать, то есть затягивать. Ну а так, в принципе, это как вариант. Потом я все это дело покрасил, чтобы оно не ржавело, потому как все-таки это старый металл. Он тут был такой довольно ржавый. Я, конечно, почистил как мог, но все равно покрасил, чтобы оно там не пачкало какие-то вещи, да, и вообще, чтобы само по себе не ржавело. Вот. Что у нас получается теперь? Вот мы берем трубу от зонтика, вставляем ее сюда. Вот, она сюда, в принципе, свободно заходит. Но здесь есть такой нюанс. Если мы его так просто вот в эту трубу вставим в зонтик и будем зажимать вот этим вот винтом, то этот винт у нас со временем покоцает трубу и даже ее, скорее всего, здесь погнет, потому что труба довольно тонкая и вот такой вот вариант не совсем нам подходит. Мы просто уработаем трубку от зонтика. Поэтому что я придумал? Я взял кусочек алюминиевой трубы тонкостенной. Это труба от старого пылесоса советского еще. Взял кусочек трубы. Сейчас, какой там она длина? Она 3-3,5 сантиметра, эта труба. Она по наружному диаметру отлично подходит туда, вовнутрь вставляется и по внутреннему диаметру сюда хорошо вот это свободно, ну, вставляется хорошо трубка от зонтика. Я этот кусочек трубы вот таким вот образом вдоль разрезал. Ширина разреза, кому интересно, сантиметр. Чуть меньше сантиметра ширина разреза. Затем, я здесь внутри хорошо ее подшлифовал там, подполировал и она замечательно вставляется вот сюда. Вот. Смотрите, вставляем мы ее таким образом, чтобы вот этот вот, чтобы вот этот вот разрез был перпендикулярно винту. То есть винт у нас вот здесь, а мы вставляем вот так. Она очень хорошо сюда заходит, мы немножко ее так сжимаем и вставляем. Она плотно туда вставляется, ее фиксировать больше не надо. Что у нас происходит? Мы когда крутим болт, он давит на одну из стенок этой вот внутренней трубы и она у нас сжимается. Как все это происходит на практике? Вставляем сюда трубу от зонтика. Хорошо закручиваем. У нас вот алюминиевая трубка внутренняя сжимается за счет того, что там есть разрез. И все. Вот смотрите, я не знаю, камера не передаст силу, которую я использую, но вот она даже даже не болтается. Видите? Тут у нас никакого упора нет, но она вообще не шатается. Все, намертво. Но при этом, даже когда мы очень сильно затягиваем у нас за счет той, скажем, алюминиевой цанги труба не коцается. Теперь просто откручиваем и вот. Здесь, видите, такие есть на трубе типа как царапины темные, но это на самом деле не царапина, это просто вот эта алюминька. Алюминька, она просто красит. Ну, алюминий оставляет такой вот серебристый налет. То есть, если тут хорошо почистить, то это все уберется. Вот так вот. Вот такая получается замечательная система. И еще хотел сказать по поводу диаметров. Смотрите, обычно у зонтиков есть два стандарта вот этой вот трубы. Есть трубы 20 миллиметров и есть трубы 25 миллиметров. В данном случае у нас, и у меня, и у Влада у нас трубы диаметром 25 миллиметров на зонтиках и соответственно вот эту всю систему я делал под наши трубы, то есть под 25 миллиметров. Я считаю, что зонтики с трубой 25 миллиметров они более качественные, чем зонтики, у которых труба всего лишь 20 миллиметров. Это как бы вроде разница 5 миллиметров, но на самом деле это существенно. То есть, я к чему веду? Если у вас труба на зонтике 25 миллиметров, делаете все то же самое, по этим же размерам можно делать все идентично. Если же у вас вдруг на зонтике труба 20 миллиметров, то тогда вам нужно немножко поменять вот эти вот диаметры внутренние. То есть, допустим, трубу вы можете брать уже не дюймовую, а там немножко которая поменьше. И соответственно внутреннюю вот эту вставку тоже подгонять уже под свою вот эту вот трубку. Если 25, то можно делать все без изменений. Вот такая вот замечательная система. Все очень просто. Мы приходим на рыбалку, эту штуку ставим в нужное нам место и потом вот сюда вот бьем. Если не можем вставить с усилием, своим весом не получается вставить. На прошлой рыбалке у нас был грунт просто как асфальт. Вообще не могли вставить. Мы просто нашли какой-то камень на берегу, сюда поставили деревяшку. Здесь бить нежелательно, потому что со временем здесь металл расклепается, покоцается и уже будет не то. Он может немножко даже царапать эту вот трубку от зонтика. Берем какую-то деревяшку, вставили, взяли деревяшку, сюда положили и сверху забиваем камнем. Оно заходит идеально. Мы вот пробовали, просто стоит намертво стоит. Потом еще попробую достать ее оттуда. Но забывается в принципе легко. Вот была очень твердая земля, камнем забили элементарно. Зонтик стоял просто шевкопанный. Вот такой вот интересный такие приспособления. Очень простые, поэтому у кого есть возможность, сделайте себе такие штуки, берите с собой на рыбалку и пользуйтесь. Очень удобно. Я после прошлой рыбалки просто под впечатлением и решил поделиться этим впечатлением с вами. Вот еще не сказал, здесь общая длина 45 сантиметров. там чуть меньше 44 с чем-то. Вот так в принципе места много не занимает, немножко тяжеловатое, потому что это все сталь, но если вы едете на машине, то без разницы сколько оно весит. Очень хорошее устройство. Я надеюсь, что этим видео принес кому-то какую-то пользу. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, смотрите много интересного видео. Всем !